Так, подождите-ка я... Здравствуйте, я тут закрою все. Так, минутку. Ну и как? Видно, нет? Видно, нет? Что-то вас плохо видно. А вас тоже плохо видно, видимо, связь такая. Раньше было лучше видно. Так что вот, когда... Вы когда заходите, сначала внизу в скайп запросите, свободен я или нет. В писемном виде напишите, когда я могу принять. Ну, вы тут же зашли, теперь уже говорите. Что-то хотели узнать или что у вас? Ну да, вот просто вы тут в последнее время все темы как раз обсуждаете, которые меня, в общем-то, тоже и волнуют. Так, у нас все записывается, выставляется, все записывается, в интернет выставляется. Вы не против? Нет. Скажите, я не против. Я не против. Ну, говорите, пожалуйста. Ну вот, тут смотрел, вы со священником, с молодым разговаривали, потом с Сергеем Козловым, они вас все за московскую патриархию агитируют. Да. Я не знаю, мне вот тоже как-то никак она мне на сердце не ложится, эта московская патриархия, потому что в храм приходишь, вот начинаешь где-то что-то действительно серьезно говорить, а я по слову Божьему просто выгоняю. Я не знаю, вот Сергей-то понятно, он лежит дома, он их не знает изнутри-то, их всю кухню. А те вот как-то, я не знаю, как туда идти, мне вот это вообще загадка, вот я не знаю. О чем с людьми говорить? Им на сердце-то слово Божье не ложится. Они его ненавидят, видимо, или что? Хотел спросить у вас, я в Белоруссии живу, просто вот, может вы знаете здесь в Белоруссии хотя бы таких людей, которые хоть с Богом-то не спорят? Может с кем-то познакомиться удастся? Ну а как я с Алтайского края могу знать? Вы там живете, вы должны знать. Там же многие выходят... Ну это заочное знакомство. Что ты делаешь? А? Заочное знакомство тут, что по интернету скажешь о человеке? Рядом мы с ними, ни с одним не были. Как я могу давать характеристику? Нет, просто все равно же, когда долго общаешься с людьми, по разговору понятно, чем человек дышит примерно. Ну для себя я знаю, а другом... Они нападают, а просто... С вашей точкой зрения. Ну это разговоры только здесь. Оно как бы совпадает, а когда встретишься, может и не так. Тут же что угодно можно говорить, а обмануть. Бывает очень часто, что пока человека не узнаешь, и кажется вроде все нормально, все хорошо, а когда дело доходит, оказывается не совсем так. И вот загадка, вроде нормальные люди, начинаешь разговаривать. Христиане все вроде, вот тоже говорят, вот там те нарушения, эти нарушения там в московской патриархии. Начинаешь разговаривать, как конкретно, какие-то вот у них свои, допустим, есть понятия о чем-то. Я говорю, а вот в Библии не так сказано, а они с этим уже не согласны. Потому что свои какие-то болячки, они себе прощают. Ими изменяться не хотят ни в коем случае. Ну это видите, это вы сами для себя там смотрите. Сейчас вот вы, наверное, слышали, это как его... Папа Римский сказал, что, видимо, это последнее Рождество, вот перед Рождеством у него выступление было... Что-то, какие-то, до следующего Рождества, видимо, не доживем. Вот Третья мировая война. Не слышали вы это? Я слышал это. Просто люди вот тоже на улице так с кем-то встречаются, говорят, что дальше делать? Я говорю, ну что я вам всегда говорил, читайте Библию, живите по заповедям. Что еще я могу вам сказать? Да, правильно. Вы как раз ее открыли? Нет. Жены, жена тебя слушается? Нет, конечно, не слушается. А что она мне будет? Я говорю, так она тебе не будет слушаться. Ты Бога не слушаешься. Как она тебя слушаться будет? Да. Тебе Бог не помогает? От него отвернулся. Вот работа, все закрывается, вот все хуже, 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 хуже. Я, ребята, говорю, я вот тут с вами живу уже пять лет. Вам говорю одно и то же. А вы все это... Вам какой-то волшебник нужен, который бы вам жизнь изменил, а вы бы сами меняться не стали. Люди не хотят меняться. Они вот хотят, чтобы жизнь стала лучше, при этом самим для себя, не напрягая себя никак, ничего не делая, не читая Слово Божье, не изменяя свою жизнь по Слову Божьему, а вот чтобы жизнь стала лучше. Везде кого-то ищут другого какого-то. Вот не они, а тот другой виноват всегда. Не понимают, я не знаю. А, ну, видимо, уже и такое ощущение, что уже и не поймут. Я говорю, вот сейчас, как эта народная мудрость говорит, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Просто не знаю, с чего даже, вот как к людям подойти, что-то сказать, может, чтобы до них дошло, но не доходит. Не знаю. Просто вот, даже вот те, которые считают себя христианами, говоришь, вот информация, допустим, пойдемте посмотрим там по скайпу, хотя бы с вас посмотрим, послушаем, у вас передач много того-сего. Отмахиваются все какие-то мирские дела. Я говорю, ну, так что вы тогда хотите? Если для вас Бог на втором месте, для вас мирские дела на первом месте, ну, так он и лишит вас этих мирских дел, ну, кому-то дом надо строить, кому-то ремонт надо делать, ну, так если Бог не задержит дом, так и зря трудятся строящие его. Просто как-то вот, не знаю, и кругом такое вот состояние это, угнетающее духовное. Сказал, вот сейчас война начнись, и даже вот, я не знаю, там хоть кто-нибудь задумается, нет? Что надо что-то менять в себе. С себя начинать. Ой. А кто-то смотрел, обсуждали тему, кому легче спастись, там, мужчине или женщине. И вот с женщинами вопрос один и тот же. Они же не зря промолчали, ни одна не ответила. Они не согласны. Им вот просто даже с женой говорю, вот смотри, вот, ну, вот тоже она говорит, она тоже их понимает, потому что она так потихоньку, потихоньку от этого мира царапается, пытается слушаться начинать, потому что уже давно эту тему обсуждаем. Но это, говорит, очень тяжело им. Потому что пришла эта богоборческая власть, она же им дала эти равные права. Та власть, которая уничтожала священников, свергла царя. И вы взяли от слуг Антихриста подарок, вот это равноправие, и теперь отдать его обратно не хотите? Вы за него держитесь двумя руками. Вам вот это вот равноправие дал Антихрист, а вы за него держитесь. Так думайте, у кого вы взяли этот подарок-то? Вообще вам его выбросить надо и забыть про него. А они за это держатся очень сильно. Потому что вокруг, ну, конечно, еще тяжело почему. Допустим, в Потеряевке у вас есть устав, и все его придерживаются. А мы живем в миру, здесь фактически. Я бы сказал, может, не одна семья такая, что жены служат самужей. Но в большинстве своем наоборот. А когда наоборот, когда жена приходит даже в контору и говорит, что за монашка пришла? Ну, в платке, длинная юбка, там, кофта. Она даже одета-то не так, как у нее, там, где-то из-под платка волосы видно, допустим. Но это для них уже неприемлемо. Они же там все стриженные ходят в штанах. Старухи ходят в штанах. Идешь по деревне, не поймешь, что тут движется такое. Это, я понимаю, в городе еще, в деревне уже, и все это бесполезно. Я не знаю, как вот. А тем более, если что, так они и воевать начинают сразу за свои права. У нас проблема еще, почему, какая в Белоруссии. У нас, допустим, женам-одиночкам, там, много детей строят дома бесплатно. То есть она может от четырех мужиков четырех детей нажить разных. Ей построят бесплатно дом, будут на детей платить деньги. Ну и как вот, то есть само государство, при царе, женщинам платили меньше денег, чтобы она зависела от мужчины. Правильно? Чтобы зависимость была. А сейчас дело наоборот. Мужчина, бесправный полностью, она его выкинет на улицу, а ей за это еще платить будут, как матери-одиночки. То есть, женщина, конечно, она рассуждает, мне так удобнее, мне так выгоднее, я так жить и буду. Остальные живут в городе, и остальные на них смотрят. А чем мы хуже? Чего мне в старом доме жить, когда мне государство может новый построить? А надо только мужика выгнать. Я мать-одиночка, у меня дети есть, все вперед, мне все условия создадут. Вот в такое время живем, опасное. У нас льготы-то построены как раз вот как-то они... Оно, конечно, и хорошо льготы, но вот платили бы, эти бы дома строили тем, действительно, кто в детстве венчались, женились, на детей нарожали, и в одной семье живут все. Вот таким бы семьям строили, вот это был бы пример. А то наоборот. А женщина, конечно, вот как Ева, она же посмотрела на яблоко. Ну, не на яблоко, а плод с древа познания добра и зла. Как написано в Библии, что вроде он приятный на вид, вкусный, съела, да и все. А потом она же не подумала, чем это кончится. Впоследствии. А сейчас вроде выгодно. В результате так и тут получается. Тоже вот они берут то, что выгодно сейчас, кажется, не понимая то, что на перспективу это смерть. Опять. Ну, учить некому, естественно. Что там? В храме слово лишнее скажи, и тебя оттуда сразу выгонят. Священники считают, что они только имеют право там говорить. Тут же эта группа женщин налетает, типа, надо же подчиняться там, ну, как вроде, священнику, епископу. Я говорю, ну, как ему подчиняться, если он не подчиняется Христу, ну, первосвященнику нашему, так я ему в первую очередь должен подчиняться, а остальным уже потом, главнокомандующему. Если среднее звено не подчиняется ему, так они кому-то другому служат, на какую-то другую армию работают. Ой, кругом это вот, да, кругом это трусость, измена и обман. Доходит вот до смешного, тут священник рядом живет, он у старушки, значит, у одной поселился, ну, я еще это было до моего приезда сюда, тут соседки просто рассказывали, ну, что он в Московской Патриархии, но его, значит, запретили, потому что условия ему поставили, что с ней жить нельзя. А она такая своевольная, то есть он ее слушал, не она его. И сейчас так он на нее и живет. И там у них своя группа людей собралась, и не он на нее эпитимию накладывает, а она на него, если он что-то не так скажет. Мы с ним как-то сидели лет пять назад, потом больше уже и так и не общаемся, на бревне, вечерком часов в девять, и разговариваем о Слове Божьем. Ну, сидит вроде священник, да, прихожанин, подбегает эта бабка, давай на него орать. Сколько можно сидеть, надо идти работать. я ей говорю, ты как разговариваешь со священником? Она, давай на меня орать, заткнись! Заткнись, 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 заткнись. Я говорю, ты уже не выдержал, ты сама лучше заткнись. Она орет. Я говорю, тебе по башке стукнуть, или ты так заткнешь-то? Она глаза выторещала, ей так никто не говорил, и замолчала. Я говорю, раньше таких баб на конюшне этими вожжами отхаживали. Ну и разошлись. И она ему запретила со мной общаться, он больше не общается. Все. А я за него заступился. А потому что она ему сказала, все, отсажу тебя от тарелки, и все, иди куда хочешь, и дома выгоню. Ну так вот, везде выбирают между Христу, дьявол предложил все царства мира, он от них отказался. А так, пожалуйста, поклонись только мне, и иди проповедуй, весь мир твой, да? Ну вот, и кругом вот это, и трусость, и измена, и обман. Вот кругом. И где вот найти священника? А кармаляться вот где? Вот вообще это, вообще как-то я не знаю. Для меня это проблема тоже сейчас. Ездили, мы вообще, вот как его, были в последнее время в русской православной церкви за границей Агафангелов, когда уже все это разделилось, был священник под Минском. Ну далеко, 300 километров у нас машина была, пока старенькая, мы ездили. Но представляете себе литургию, когда священник во время литургии трижды выходит из алтаря и просит женщин помолчать. Гул стоит хуже, чем на базаре. Ну как? Где что? Раньше в Писании сказано, жены ваши в храме должны молчать. Если что не ясно, дома у мужа спросить. А они там слова никому не будут сказать. Ну, что это, вот, литургия, что ли, я не знаю, ну, это же ужас. Он трижды вышел, им сказал, помолчите, помолчите. Его не слышно, как они гудят. С другой стороны, что мешает? Давай выведем их оттуда, разболтают. Нет, они же деньги принесли. Ну как? А там дом большой, в три яруса. Надо же его содержать. Надо все это содержать. Ой, вот и выбирают все кругом между Богом и миром-то мир. Сегодняшнее вот это вот житье, бытие, которое в любую минуту может кончиться, держаться за него. Получается, люди-то вообще не верующие. Они играют в христианство-то, а не христиане. Вид делают какой-то, вот это, вот, как Пушкин, или кто сказал, вся наша жизнь игра, вот играют на самом деле. Вышли на сцену, сыграли, а потом со сцены ушли, и совершенно другая жизнь. Совершенно другая. К Богу ни к чему не привязаны, абсолютно. Никаких поправок на то, что Бог есть или еще что-то у них нет. У них есть только мир, свои заботы, и все. Вот такие вот дела у нас невеселые. Спасает хоть ваша передача, так вот с женой посидим, посмотрим. Родственные души посмотрим на вас. Хотели попросить, чтобы вы, может, как-нибудь за нас помолились, а мы бы за вас молились хотя бы так вот как-то. Хоть считали, что мы вам не чужие люди, пусть и живем далеко. А мы вас поминать будем. Если не против вы. Ну вот, потом вот, тоже, вот хотел вопрос задать я, просто тут в последнее время что-то много об этом говорили. Вот, ведь в посланиях апостолов сказано, что епископ должен быть муж одной жены, хорошо управляющий домом своим, а сейчас епископат неженатый. И, в принципе, ну, как вот неженатый человек может семьянину, допустим, какой-то совет дать, если, допустим, да это, даже не в этом дело. Может, опыт, конечно, и Бог подсказать, но беда-то в том, что все это привело к какой-то садомии, захлестнуло это все. И одно дело, допустим, все-таки ведь слово Божье, наверное, выше канона. А то мы так можем написать себе православный талмуд. Евреи-то ведь этим же путем пошли, и кончилось талмудом они, они ушли от веры. От истия от слова-то Божьего ушли. Каноны хорошо, когда они поясняют слово Божье, так сказать, расширяют его понятия и более делают понятным для большинства людей. Но они не должны же быть, как сказать, как-то исключать слово Божье, против него быть, или вместо заменять там наоборот как-то смысл его. Мне кажется, я не знаю, тут как-то что-то не очень так как-то получается у меня, вот не укладывается это все. Результат-то вот он налицо, плохой результат-то, да? Содомия захлестнула церковь, московскую патриархию. Уже уже те люди, которые вечно защищали там Андрей Кураев и все уже и те уже начали об этом говорить. я не знаю. Я еще вас хотел, Игнатий Тихонович, спросить, вы не видели фильм постовой сионизма? Документальный фильм такой, Александр Игнатий Тихонович. Может быть и видел по другим названиям. Тема-то мне хорошо известна. Нет, это название есть. Это письмо, я сейчас не вспомню, епископ ему пишет о его, так сказать, ну, о его деятельности, дает, так сказать, ну, как письмо ему написал, просто вообще обличительное письмо, что народ-то Божий не евреи, а сегодня, а христиане. Неважно, какой он наций человек, если он христианин, он народ Божий, если нет, значит, нет. Вот в этом духе, ну, очень такое серьезное письмо. Я вот прослушал, и слово такое богатое, он не не длинный фильм, может, минут 30, я не знаю, но очень хороший такой. Вот у нас как-то вот сейчас тоже у многих людей все это по-разному, что да кто, ну вот, а Христос ясно сказал, кто служит Слово Божие и исполняет его, тот мне брат, сестра и матерь, самый близкий родственник, ближе-то куда, кто служит Слово Божие и исполняет его. А если человек его и не слушает и не исполняет, да кто же в Писании сказано, тот, кто постоянно уклоняет уже свои отслужения закона, у того и молитва мерзость. Это вот, я людям просто некоторые вопросы задают тоже, я говорю, ну как, вот что, я говорю, вы как хотите жить хорошо? У меня, говорит, икона висит, я говорю, что ты молишься? Нет, просто висит. Вот ты вот, говорю, тут начальник есть у нас вот производства, да, ты работаешь, если ты будешь ему постоянно делать неприятные какие-то вещи, а потом придешь у него что-нибудь попросишь, он тебе что сделает? Конечно, ничего не сделает, пошлет куда-нибудь. Ну так прежде, чем что-то попросить у Бога, ты прочитай, что он от тебя хочет, потом это сделай, а потом уже проси. А то наоборот получается как-то у вас. Как в этой, как в золотой рыбке, та старуха, чтобы сама золотая рыбка была бы у нее на посылках. И многие тоже о Боге начинают говорить, я не хочу о нем говорить, у меня на него обида, у меня вот жена природок чуть не умерла, там ребенок чуть первый не умер. Вы писание читали? Нет. По заповедям жили? Нет. А виноват Бог у вас. О как. То есть вы ничего не делаете и всегда крайний кто-то другой. Вот такие вот дела. А кто их учит? Ну конечно никто не учит. Беда-то даже не в том, что никто не учит. Даже сегодняшние христиане, они даже сами-то ничего не хотят знать. Я говорю, вот детство у нас было, Библию невозможно было достать. Сейчас можно купить свободно. И вам не надо. У вас столько всяких забот. Надо новый телевизор, надо какую-то машину то, надо новую бензопилу купить, еще то-се. Вот тоже с соседом одним говорим. Вот вроде он все соглашается. Пять лет уже не сможем. Я говорю, так поехали, купим тебе Библию. Съездим-съездим. Вот пять лет уже. То новый телевизор, то пила, то инструмент какой-то, то надо подстроить, то баню переделать. Ну так что ты хочешь? А сейчас вот разговариваем тоже. Вот папа римский сказал, что последний год христиане живут, будет мировая война уже началась. Он сказал, что третья мировая война идет. И он загрустил. Я говорю, ну а что ты грустишь? Я тебе сто раз говорил, что надо делать? Вы ничего не делаете, ничего не хотите. А естественно, Бог сметет нас. Просто смысла в нашей жизни нет. Мы больше и больше погружаемся в ад. Шагаем туда. Бог из любви нас убьет, чтобы мы глубоко в ад не залезли. В эту жизнь остановить, это вот именно из любви ее и придется сделать, потому что вы не останавливаетесь. Лезете в ад и лезете. А там вечность. И там вам мучиться придется гораздо тяжелее, чем здесь и дольше. Копите все деньги, деньги. Сколько вы их накопите? В Писании сказано как. Даже если весь мир, приобретешь, а душе повредишь, толку-то не будет никакого. Потому что этот весь мир, если разделить на вечность, копейки на день не придется. Представьте себе только вечность. Весь мир, конечно, ноль будет. Ноль. Бесконечно малая величина. Нет, ну надо, 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 надо. Вот как-то это так въелось уже в людей. И те, кто называют себя христианами, я думаю, их даже повернуть, вот те, кто в московской патриархии, сегодня тяжелее, чем те, которые вообще не ходят. Те еще как-то иногда прислушиваются, смотрят на тех, сюда, какие-то вопросы задают и слушают. А те даже слушать не хотят, те, которые уже в московской патриархии, там уже все, бесполезно. У них конкретно там свое, или, допустим, даже не московская патриархия, другая какая-то там, у этого соседа, у батюшки там тоже свой приход. Я захожу к ним, ну тут, на крещение, и поздравляю с праздником. Христос родился, они все рты так открыли, и стоят смотрят. А ей сказали со мной не общаться. А там и батюшка, и эта бабка там все это. А она сама тут нам приходила, и козла надо было, что у нее козла нет, а козам козла надо было. Ну, говорю, так пожалуйста, вон гуляют они, глядите. А тут зашел. И вот, я не знаю, ну, такая картина, как вот в ревизоре, к нам едет ревизор, вот эта немая сцена. Я говорю, вы что, ответ не знаете? Ну, я ответил за них. Ну, они так и стоят, крытыми ртами. Просто какие-то зомбированные люди. Я что, с пулеметом туда заскочил, что ли, или что? Трудно как-то вот понять. Человек считает себя христианином и идет против Христа. Что в головах-то у них происходит? Как на это повлиять, может, как-то можно? Может, у вас опыт большой, что-то подскажете? Как-то что-то сказать. Не знаю. Может, посоветуете, что, Игнатий Тихонович? Как-то что-то... У вас опыт большой. Людей много обратили. Хоть бы одного человека привезти. Чтоб нас двое было, хотя бы. Уже бы община была. Помнил еще, вы разговаривали с молодым священником, ну, тоже он так много говорил, и быстро вы говорите, а вы две минуты, что он двадцать. Что вот там он молодой, там и матушка, там, может, беременная, там, и кругом женщины, там, и все это. Ну, я не знаю, но вспомни Иосифа. К нему жена хозяина приставала. Ну, что он? Молодой, красивый было написано, да? Мужчина. Ну, как? Ну, значит, может мужчина все-таки с этим сопротивляться? Или нет? Чтоб не заблудить? Или не прелюбодействовать? Ну, может. Ну, так а что себе тогда какие-то... Значит, надо уже с собой работать, у Бога сил просить, а не кричать, что я такой немощный. Просить-то надо не денег и роскоши, а сил просить, с грехом бороться. Деньги-то с собой на тот свет не возьмем ведь. На самом деле уже никто не знает, сколько нам осталось на этом свете. В любой момент может все это взорваться. Тут еще смотрел Эдуард Ходост. Он был хабатником, а потом вот недавно, года два назад, принял православие. Ну, и все это обличает эту секту. Тоже, говорит, они уже объявили в прошлом году, что Антихрист, Машеа, уже в плоти и присутствует на земле. Должны скоро его миру показать, видимо. Ну, там понятно, что они... Какой-то был Радий Шнейрсон, он умер, но что-то он тоже какие-то сведения говорил, типа они взяли клетки, то ли генетически его воскресили, или что-то такое они вытворяют там. Ну, тоже что-то покажут нам еще что-то интересное. Что-то должны выкинуть, и вся вот эта война, видимо, как-то к этому все это вместе увязано. Они же... Секта очень такая сильная по всему миру. готовят нам что-то, готовят. Ну, спасибо, что выслушали. А то поговорить, честно говоря, не с кем. Вот людей много, о деньгах начни говорить, народ соберется, где, что, сколько можно взять, заработать туда-сюда. О Боге заговори, попы все раздвигутся. Не то, что миряне. Так вот и живем. Спасибо вас, Господь. Спасибо. Молитесь о нас. Александр, Татьяна, Анастасия. Мы троем вот остались тут. А мы вас будем своей молитвой вспоминать. Хорошо. До свидания. До свидания. С Богом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok